Политики какие они серьезные, властные, категоричные, но не все. Наталья Антропова, участник конкурса «Я года» в политической номинации совсем другая. Врач по образованию, волонтер по призванию души. Свою любимицу Мусю девушка, будущая еще студенткой, обнаружила в подъезде. Кошка была парализована, у нее была оторвана губа и отсутствовала часть хвоста. Наталья не могла пройти мимо. Врачи сказали, что если лекарства помогут, то хорошо. Если нет, то скорее всего придется усыплять, кошка не поправится. Но кошка пошла на улучшение, через несколько дней начала ходить. Плохо, но тем не менее передвигаться, кушать. Но так как она у нее довольно тяжелая, никто взять ее себе не захотел, поскольку боялись, что будет глупенькая после того, как ее ударили по голове. Но нас не остановило. На помощь беззащитным она подсела, как на наркотик, даже в политику пошла. Пару лет Наталья работала в молодежном правительстве, чтобы права защищать и помогать на законодательном уровне. Потом появился проект помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». К семьям в гости приходят студенты. Играют с детьми, учат их общаться и не боятся людей. Я подумала, что тут очень хорошо, когда могут выходить студенты-медики. Для них это не все, чтобы практик. Это практика их души. То есть это не только знания они могут применить, они могут посмотреть, как они будут общаться со своими будущими пациентами. И действительно, я очень быстро нашла в нашей медакадемии ребят, которые могут заниматься, могут приходить в семьи. Сейчас своих подшефных студенты называют семьей. И говорят, что проект помогает не только больным деткам, но и волонтерам. Учит быть людьми. Мне не нравится деятельность, когда я не понимаю конечного выхода. В чем плюс, кроме материального выхода. Но когда ты видишь, насколько это позитивно, насколько это положительные эмоции дарит всем, всем, и студентам, волонтерам, и детям, и родителям, это заряжает. И ты понимаешь, что надо продолжать. Проект актуален. Это не для галочки сделано. Студенты-медики даже в сессию находят время, чтобы прийти на планерку и решить, как в ближайшее время будут радовать детей. Наталья здесь организатор и связующее звено. Следить, чтобы подшефных хватило всем. Сейчас, к счастью, волонтеров больше, чем семей, попросивших помощи у проекта. Сразу после того, как сессия у ребят закончится, мы заключаем договора с кинотеатром, с цирком и с зоопарком. И первый выход, я думаю, у нас будет как раз в цирк. А как только будет потеплее, мы сразу же поедем в какую-либо экскурсионную поездку с детьми. Ну как будет потеплее, потому что дети могут болеть. Волонтеры шутят. В администрации города их тоже любят. Солнечный круг денег не просит и благое дело делает. Выживают за счет получения федеральных грантов. Наталья в проекте еще и бухгалтер. Считает, чтобы денег хватило на развлечения детям и на подарки. Наташа – это замечательный человек. Я очень уважаю этого человека. Я просто… она молодец. Она большая умница, что занималась этим проектом. У нее очень добрая душа. Сейчас Наталья работает на диссертации, преподает у студентов и готовит новый благотворительный проект. Медицины и политики для девушки мало. Она рассказывает, как бы дальше ни сложилась ее судьба, в ней точно будет помощь тем, кто в этом нуждается.